hi everyone здравствуйте 8 класс сегодня у нас с вами ссор работать мы будем по книжке и у вас сегодня два задания будет итак первое задание это работа над текстом упражнение 1 и ответы на вопросы вот на эти вопросы 5 вы отвечаете устно все эти вопросы заданы по этому тексту давайте сначала быстренько пробежимся прочитаем переведем текст чтобы понять в чем смысл а потом переведем вопросы второе задание у вас будет это написать сэ свое мнение по вот этому вот вопросу но вернемся к тексту и так текст ты за то чтобы в школе носить школьную форму или против этого следует ли твоей школе изменить устав по по этому вопросу да в большинстве школ он в нашей местности люди не носят школьную форму но в нашей школе это обязательно существуют дебаты о том чтобы изменить устав школы по этому вопросу большинство студентов против школьной формы потому что им нравится выбирать свою собственную одежду стиль да наша школьная форма не самая лучшая но я за то чтобы носить ее соблюдать устав школы вот это был первый пара абзац обратите внимание что дома вы будете писать то же самое у вас будет три параграфа и обязательно они должны будут вот так же самое отделены у вас должен быть заголовок так же как здесь и три абзаца если вы не отделить эти три абзаца вот таким вот образом не начнете с красной строки не пропустите строчку уже у вас будет минус один балл за за неправильное оформление поэтому имейте ввиду вот это все должно быть у вас отделено и первый абзац у нас начинает смотрите в данном случае у вас будет in our и нашей местности описывайте ситуацию которая в вашей местности второе in my opinion вот в втором абзаце вы будете описывать собственное мнение по моему мнению школьная форма хороша по нескольким причинам в первую очередь нет в школе соревнования типа у кого лучше там наряд да мы все носим одинаковые вещи и ты не чувствуешь себя плохо или хорошо о том как ты одет во вторую очередь я не должен думать что одевать каждую ну каждое утро не должен думать о том чтобы мне одеть это очень удобно и и так же это дешевле для семей если ученики носят школьную форму потому что им не нужно покупать различные вещи там постоянно в итоге смотрите слово файнлы тоже обязательно используйте его в своем эссе мне нравится различная одежда когда я гуляю на улице и вот смотрите третий абзац начинается тоже используйте вот это вот выражение all-in-all в общем я думаю это хорошо носить школьную форму по той причине что а доноску и после шут в общем я думаю хорошо носить школьную форму и я не думаю что нужно изменять менять устав школы да то есть есть вот аргументы есть по которым этот человек считает что все таки школьную форму нужно оставить довольно таки весомые аргументы и вы должны будете тоже привести в своем пересказе тоже такие же аргументы то есть свое эссе пишем точно по вот этому образцу и так смотрите первое задание как вы будете мне выполнять она будет устная посмотрите и здесь у вас пять вопросов на каждый из этих вопросов вы должны ответить устно например how many arguments the writer give in favor of school uniform сколько аргументов дает автор в пользу школьной формы вы должны перечислить их прям назвать вот у вас там во втором абзаце перечисляет эти аргументы вы прям должны их мне назвать отправить только аудио отправляем письменно мне здесь первом задании чего отправлять не нужно я должен услышать что как вы отвечаете на вопрос я должен понять вас это должно быть отчетливо вы должны говорить да дальше авто второй какой прогрессом развивай ты сопи выражает какой параграф выражает мнение автора но здесь очень простой будет ответ сами ответить и how is the writer school different from most schools как школа в которой учится автор отличается от большинства других школ в той местности ну здесь тоже все понятно ответить и почему у студента ученики против школьной формы и последний вопрос с каким мнением вы согласны здесь вы должны выразить свое мнение по вот этому согласны ли вы с мнением автора или нет все здесь только аудио сообщения и второе задание у вас будет письменное вам нужно написать с которым будете выражать свое мнение так и называется an opinion с м opinion это мнение поэтому и на пиньене у нас будет будет итак вопрос который по которым вы будете писать если это students should have campus or art and music classes at school every day до игры ученики ученикам следует иметь обязательными это урок художественного искусства да там рисование и музыки каждый день вы согласны с этим или нет что ученики должны иметь в школе обязательные уроки искусства и музыки каждый день в общем пишите свое мнение по вот этому строго образцу пишите название пишите дальше первый абзац первый абзац первый абзац у вас будет начинаться со слов in our area второй абзац in my opinion третий абзац all in all вот у вас данные то есть вот за это тоже будет ставиться балл за то что вы используете вот эти выражения но здесь есть вопрос которые могут помочь вам ну проще вам скажу пользоваться вот этим образцом и именно по нему писать ваш рассказ обратите внимание что если ваши работы будут совершенно другие не соответствует этому образцу то есть все должно быть четко по образцу написано то вы эти баллы но у вас будут минимальными поэтому будьте внимательны лучше следуйте образцу вот то что пишет она большинстве школ в нашей местности люди не носят школьную форму здесь у вас вы напишите также большинстве школ в нашей местности нет обязательных уроков искусства и музыки все то есть вы четко по вот этому образцу работаете и если вы так делаете получаете максимальный балл за это задание все ребята good luck всем удачи жду ваших работ на проверку первое задание только аудиосообщение присылаю мне на вопросы ответы на вопросы и второе задание это письменное присылаете мне ваша opinion с н где выражаете собственное мнение где у вас будет заголовок и три четко выделенных видите по одной строчке пропускаете абзаца все good luck всем удачи жду ваших работ до 19.00